Добыча газа из угольных пластов в штате Квинсленд. В период с 2002 по 2011 годы в штате Квинсленд активно развивалась добыча газа из угольных пластов. В течение этого периода Сигра провела большую работу по пласта испытания буровой колонной для определения проницаемости массива. Эта работа включала в себя сотни полевых испытаний. Одновременно требовалось определять газоносность углей. Для ряда заказчиков Сигра разработала, поставила и установила системы мониторинга коллекторов. Для этой цели Сигра создала тестовую многоуровневую систему датчиков давления, которая устанавливается на место с помощью цементирования. Сигра также выполняла оценку запасов и разрабатывала производственные системы добычи газа. На протяжении многих лет компания Сигра работала над анализом траектории распределения напряжений, с помощью которого можно прогнозировать изменение проницаемости коллекторов угольных пластов вследствие изменения истинного напряжения, которое, в свою очередь, зависит от сочетания таких факторов, как давление флюида, прочности угля и его усадки после того, как уголь отдаёт газ. Откосы номер 3 и номер 4 на строительстве шоссе Сентенниал Хайвей, Квинсленд. Откосы номер 3 и 4 выполнены в скальной породе при строительстве главного шоссе на юго-востоке штата Квинсленд. Было обнаружено, что поверхность дороги у подошвы скального откоса вспучивается под воздействием сил поперечного сжатия. Это происходило со скоростью 1 мм в день в сухую погоду и ускорялось до 3 мм в день во влажных условиях. Сигра провела на этом участке гидрогеологические испытания с установкой пьезометров и бурением скважин для откачки воды. Сигра выполнила большой объём пробных откачек и проанализировала результаты с целью выяснить, какое влияние оказывает дренаж на снижение порового давления и обеспечение устойчивости дорожного полотна. С помощью систем сбора данных Сигра на этом участке данные генерировались автоматически. Эту информацию можно было анализировать в режиме реального времени для определения суммарного притока и оттока со скального откоса. Значения давления были использованы для анализа устойчивости, также выполняемого в режиме реального времени. Разведка и проектирование угольной шахты Бельведер. Горнодобывающий гигант Вейл обратился в 2010 году к Сигра с просьбой, чтобы Сигра проанализировала работу, которая уже была проделана к тому времени, на предмет освоения крупного угольного месторождения в центральном районе штата Квинсленд. В объём работ входило бурение и испытание восьми скважин глубиной тысячи метров. Испытания охватывали все аспекты геомеханики и состояния флюидов в массиве. Имеющейся информации оказалось недостаточно, и Сигра составила новую программу исследований. В неё входило бурение восьми скважин на глубину до тысячи метров, в которых были проведены исследования на содержание газа, проницаемость и напряжение. Для этой работы были сделаны сотни отдельных измерений. Проект включал в себя первоначальную проходку буровой туннелепроходческой машиной и предварительный дренаж с помощью длинных скважин, пробуренных с поверхности. В проекте Сигра был предусмотрен гидроразрыв из подземных скважин для инициирования газоотдачи, которая впоследствии усиливалась благодаря разгрузке напряжений в горном массиве в результате введения горных работ в пласте спутники. Конечным продуктом Сигра стал проект угольной шахты с отработкой четырёх пластов лавами – туннели в Сиднее. С 2014 года по настоящее время Сигра участвует во многих программах по замеру напряжений при прокладке новых железнодорожных и автодорожных туннелей в Сиднее. Для выполнения этой работы были созданы измерительные системы для определения крайне нелинейных характеристик песчаника в Сиднее – шахта Кестрел. В 2014 году компания Рио Тинта обратилась к Сигра заданием подготовить проект системы откачки воды для одной из своих крупных угольных шахт в центральном районе штата Квинсленд, где отработка должна была вестись лавами. После изучения информации, собранной другими поставщиками услуг, стало очевидно, что диапазон неопределённости слишком велик для выполнения окончательного проекта. После этого Сигра провела две обширные полевые компании, в ходе которых велись замеры содержания газа, давления флюида и проницаемости, исследовались геомеханические параметры. В результате владелец рудника получил гораздо более высокий уровень определённости и более надёжную схему дренажа – туннель Лиан Танг, Гонконг. В 2016 году Сигра получила заказ от компании VSL Intrafor создать буровое оборудование с функцией регулирования давления, чтобы обеспечить бурение скважин через бетонную крепь тоннели, прокладываемых буровой тоннели проходческой машиной. Поскольку некоторые участки тоннеля прокладывались в песчаном грунте, риск размыла скважин или частичной потери прочности грунта вокруг скважин из-за избыточного давления был реальным. Сигра спроектировала, изготовила и ввела в эксплуатацию это оборудование на месте ведения работ менее чем за два месяца. Исследование внезапных выбросов и горных ударов в рамках программы исследования внезапных выбросов и горных ударов в рамках программы исследований для угольной промышленности Австралии. В 2013 году австралийская программа исследований для угольной промышленности привлекла Сигра к проведению крупных исследований по теме внезапные выбросы. В нашу задачу входили фундаментальные и исторические исследования случаев внезапных выбросов и поиск решений, как можно улучшить ситуацию в отрасли. Итоговый отчет был представлен в 2015 году. В качестве продолжения Сигра подготовила доклад о втором этапе работ, посвященный решению этих проблем, включая горные удары в угольных шахтах. Внезапные выбросы угля и газа тесно связаны со структурой угля. Большое влияние на эти процессы оказывает также давление газа и скорость диффузии. Сноуи 2.0 – гидроаккумулирующая электростанция с наливным водохранилищем. В 2017 году правительство Австралии приняло решение о дальнейшем развитии гидроэнергетической системы снежных гор и сооружении там комплекса гидроаккумулирующей электростанции с насосно-наливным водохранилищем. Весь комплекс включает в себя 30 километров тоннелей, крупную подземную электростанцию и насосную станцию. Сигра производила замеры напряжения на глубинах более 1 километра в метаморфических и вулканических породах. Задача была выполнена с использованием системы обуривания Сигра-ИСТ. В трещиноватых породах производили гидрораспор. Сигра также определяла гидравлические свойства горного массива, используя пласта-испытатель DST, разработанный Сигра. Результаты исследований наглядно продемонстрировали, что такой метод намного эффективнее, чем пакерные испытания, чаще всего используемые для выполнения такого рода работ. Сигра также выполнила анализ геотехнических условий горного массива в окрестностях подземной электростанции, что имело существенные последствия для проекта. ЮАР. Исследование и проектирование шахт. В 2019 году южно-африканское подразделение Сигра выполнило серьёзное исследование, начиная от полевых испытаний и заканчивая проектированием двух шахт, где отработка будет вестись лавами. В рамках этого проекта были проработаны вопросы влияния горного давления,